Держи, вот он, изолирующий противогаз. Это вот на голову? Да. Снизу еще, между ног. Здесь потуже? Ну. Или лучше, как захотите, лучше, если их ощущение. Хорошо. Как я с помощью вот этого, как дышать под водой мне? Взводим чипов. И что, теперь можно будет дышать отсюда? Теперь, да, один глубокий выдох в мешок, и можно начинать дышать. Подбородок, главное сюда заправить подбородок до конца. До утра. Вот. Выдыхаемый воздух по шлангу попадает внутрь сменного регенеративного патрона. В нем находятся активные химические вещества, которые поглощают двуокись углерода, забирают из нее углерод, а возвращают чистый кислород. Из патрона воздух попадает в мешок, который используется лишь как временное хранилище выдыхаемого воздуха. При вдохе воздух опять проходит через патрон, очищается, насыщается кислородом и пригодным для дыхания попадает в легкие. Главное отличие этого дыхательного аппарата от Акваланга в том, что система полностью изолирована. Выдыхаемый воздух не выбрасывается в воду, а остается в противогазе. Этот принцип использован в аппаратах, с которыми идут на задания элитные спецподразделения боевых пловцов. У этой системы ряд неоспоримых преимуществ, которые так приглянулись военным. Главное это то, что нет пузырьков воздуха, которые всегда сопровождают аквалангистов, и пловец под водой может оставаться незамеченным. Второе отличие – это длительность работы. Изолирующего противогаза хватит на 2 часа. В акваланге такого размера человек может продержаться под водой не больше 10 минут. Но есть и два огромных минуса. Иначе эти системы использовали бы обычные дайверы во всем мире. Первый – высокая цена реагентов в патроне. А второй – опасность возникновения пожара. Если внутрь попадет вода, внутри патрона начнется бурная реакция с открытым огнем. И тогда уже дайверу точно не сдобровать. Слушай, ну здорово. Такой воздух немножко теплый. А так нормально. Очень прилично. Никаких пузырей, очень тихо в воде. Здорово. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!